А, отлично, по-моему, получилось. Друзья, лето – это пора, когда мы особенно, наверное, много фотографируемся, и особенно много фотографируются девчонки, когда отправляются куда-нибудь на курорт. Да даже дома, на лоджии, в купальнике они это любят делать, потому что фото в купальнике летом – это необходимое морское побережье, друг мой, озера Хакасии или бассейн на даче. Везде девушки хотят выглядеть достойно в кадре. И сегодня у нас в студии на улице находится замечательный фотограф – это Лина Малина. Можно мы так тебя будем называть? Тебя так все в городе знают? Да, человека в мире знают как одного из лучших создателей луков самых красивых девушек. Вот, на мой взгляд, это человек, который умеет именно достойно, не пошло фотографировать все красивое женское тело. И поэтому мы просим тебя сегодня… Все ждут мужское тело, конечно, он просит поговорить, мужское тело, но это следующая программа. Я доберусь как-нибудь до вас, да. Вопрос-то какой? Вопрос очень простой. Как вы… Как правильно выглядеть в кадре? Спроси еще раз, спроси еще раз. Какой вопрос, да. Как правильно выглядеть на фото? Как эффектно, как лучше всего выглядеть в кадре, что можно делать, а что нельзя во время фотографирования, вот, например, в купальнике? Ну, допустим, все поехали в отпуск, хотят классных фоток. Сейчас фотографии ручки, солнышко на ручке и голыми коленками никого не удивишь. Девчонки, естественно, хотят привозить классные фотографии в купальниках. Поэтому первый совет – это свет. Это вам первый совет – купить купальник? Ну, само собой, да. Так, ровно. Первый совет – это свет. Лучше фотографироваться либо в утреннее, либо ближе к вечернему времени, когда солнце не в зените. Вот у нас сейчас очень хороший угол. Падение солнечной тече, для того, чтобы получился классный снимок. Чтобы были приятные тени на лицах, чтобы не было жестких провалов от верхнего солнца. Мешков под глазами. Мешков под глазами, да, кстати, да. Можно же потом все замазать или нет? Или лучше сразу красиво. Ну, а представляешь, едут, на телефон фотографируют. Ну да, ничего не замажешь. Тут же сразу, вот, девчонки, я долетела, смотрите, мешки под глазами. Ну, сразу же тогда девчонки помогут, расскажешь, как принять тем, какие правильные увозы. Да, девчонки, давайте сначала сядем, как мешки, прям вот. Как не надо фотографироваться, давайте покажем. Вот, живой привет. Смотри, теперь спинку прогибай, асимметрию в плечиках. Прогиб спины, асимметрия в плечах. Раз, два, три, живот втяни. Опа! Угу. Так, давай, сделаем снимок. А есть какой-то секрет, если вдруг, даже если ты втягиваешь живот, живот все равно никуда не убирается? А, тогда можно чуть-чуть повернуться бочком. Угу. Спиной. Спиной. Опять же, можно сыграть светом. А, еще советы по поводу композиции. Находите какой-то интересный фон, чтобы фотографии в купальниках не были главным на кадре. Я думаю, наоборот, чтобы ничто не отвлекало сзади. Ну, а как же атмосфера? Как же... Ну, очень-очень много, очень многие девушки фотографируются. Вот волна надвигается, ты на берегу, значит, вот примерно таким, да, можно... Примерно вот так это все выглядит, да, она размещается, надвигающаяся в волне боком. И вот здесь вот обычно маленькие ребятишки, его хватает бабушка вот таким вот образом, и получается такой кадр. Это нормально? Это все нормально, да, конечно. Но мы же давайте поговорим про девочек все-таки. Давайте, давайте, да. Подожаем. Нет, я тоже про девочек сейчас говорил, я не про себя, нет, никоим образом. Девчонки фотографируются, нужно на бэкграунде, мне кажется, вот как-то... Движуху создать, да? Да, наоборот убрать или нет? Нужна движуха или нет? Ну, вообще с движухой получаются самые классные эмоции, поэтому движуху добавлять можно. Окей. Потому что что может быть приятнее улыбающейся главной героине в кадре, да? Давайте продолжим по поводу главной героини. Что еще, какие секреты есть? Не пестрые купальники. Чем нейтральнее расцветка, тем приятнее это смотрится в кадре. Аксессуары. Где-то у нас есть очки. Вот, не обязательно фотографироваться в очках, только лицо, в купальнике. Можно красиво использовать их как аксессуар, покрутить в руках. Давай, может быть, привстанешь, и мы тебя тоже покрутим. Может, в бассейн зайти, нет? В бассейн зайти. Многие считают, что там, не знаю, фотографироваться можно только стоя у воды, только в лежаке. Ну, что мешает, допустим, красиво облокотиться на лежак? Угу. Или присесть. Давай стороной, пожалуйста. Подожди, давай на спинку, на заднюю. Так. Просто локотками облокачивайся, спинкой разворачивайся. Угу. Во-во-во-во. И опять же, плечики. Асимметрия. Да. И можешь руку куда-нибудь, волосы. Ну, вот, да-да-да, когда есть какая-то динамика. А, на самом деле, женщина – это совершенно прекрасное изобретение человечества. И фотографировать ее надо женственно, как можно больше плавных линий. Никаких острых углов. Угу. Избегать жестких каких-то сгибов локтя. То есть, постоянно плавно. Вот видите, вот, поп уголок. Быть максимально пластичным. И опять же, чтобы красивое, симметричное получалось тело, можно немножечко присесть, чтобы ножки казались длиннее. А присесть каким образом? У нас есть возможность сейчас, используя данный шезлонг, сделать нужное приседание? Так. Ну, вот, получается. Чуть-чуть обороты дай. Угу. Да. Это не мне? И локотком больше облокачивайся. Итак, плавные линии. А сейчас можно улыбаться в кадре, девчонки? Или сейчас такой лучше загадочный вид принимать? На вкус и цвет. На вкус и цвет. Хорошо. Губки уточкой. Это еще актуально? Это будет актуально, мне кажется, еще очень много лет. Всегда, да? Пока будут существовать губки и уточки, это будет актуально. Ну что, большущее спасибо. Я надеюсь, что вы вынесли для себя ценное и полезное. Никаких пестрых купальников, плавные линии, асимметрия. Аксессуары. Аксессуары. Лучше всего фотографироваться утром или вечером на заказе или на рассвете. Да, мы еще хотим поблагодарить за предоставленные шезлонги. Спасибо фитнес-центру Эксцеленты. За предоставленный бассейн. Спасибо девочке Сашеньке из Академгородка. Наш программ продолжается. Оставайтесь с нами. Не можем отпустить мы, Лину и девчонок, потому что подумали, что вдруг получится так, что на отдыхе нет рядом профессионального суперфотографа, как Лина. Есть просто телефон и, возможно, селфи-палка. Это в лучшем случае. Светы можно дать в этом случае. Опять же, фон, свет – это самое основное. И есть такой небольшой фокус фотографирования на фронтальную камеру. Если развернуть фотоаппарат вверх ногами… Попробуйте, кстати. Что будет? Будет фотография вверх ногами? То взгляд становится еще более открытым. А, камера, то есть она берет тебя чуть ниже, чем обычно. Если, ну, ты понимаешь, что объектив находится ниже, то взгляд более открытым. А если просто руку ниже опустить? Могут появиться подбородки. Второй подбородок толстенький. А вы умеете фотографировать, сделать селфи саму себя? Да. Самое главное – это иметь рабочую сторону. Каждый человек знает, где его рабочая сторона. Что иметь? Рабочую сторону, Роман. Вот Роман не знает, где его рабочая сторона. У человека есть рабочая и нерабочая сторона. Конечно. Я думаю, только до этого рабочая и нерабочая время существовали. Вообще лицо асимметрично, и одна половина отличается от другой. И рабочая сторона – это, видимо, симпатичная половина. Да, конечно. Как ее найти? У Емельянька рабочая сторона как раз не симпатичная половина. Как вы нашли свою вот сторону? Я подскажу. Да. Найти свою лучшую сторону, свои лучшие ракурсы можно просто… Методом пропащего. Немножечко порепетировав дома около зеркала. То есть перед тем, как поехать в отпуск, ну, что мешает? Примерить новый купальничек, покрутиться около… Найти нужное. Да, найти. И отметить галочкой нужная сторона. Да, запомнить, отметить, потом повторить. Так, вот, например, селфи стоя. Мы примерно понимаем, да, сзади должен быть красивый бэкграунд, камеру лучше всего опустить, чтобы был активный взгляд, то есть перевернуть телефон вверх ногами. А если мы хотим лежа на шезлонге сфотографироваться? Ну, здесь опять же надо следить за фигурой, следить за втянутыми животами, расправленными плечиками, тянуть носочки, тоже важно. Носочки тянуть, даже если они не попадают в кадр? Даже, как только носок натягивается, икра становится очень красивой и грациозной. Это если зеркало, да, мы фотографируем зеркало? Ну, селфи-палкой, если, видимо, нога попадает. Очень длинная селфи-палка. А если ногой фотографировать? Нет, это если на обычную камеру снимаем. Ну, и вообще, у очень многих телефонов есть такое свойство к краям немножечко искажать изображение, как будто бы тянуть. Этим можно очень хорошо воспользоваться и сделать длиннющие ноги, и как-нибудь это обыграть в кадре.